урожай собрала ну такой не ахтёвый не самые конечно хорошие красивые нет они хорошие ничего здесь такого нет не самые красивые конечно эти самые лепесточки листики это алоэ вера собрала в гости еду и хлебушек на ростовку поставила с семенами духовка разогревается ходила свой любимый магазин думала если повезет конечно кошелечек будет меня ждать нет а именно ушел ушел кошелечек такие хорошие вещи они долго не задерживаются ребят поэтому я сглупила мне надо было просто не антошика спрашивать спрашивать сама себя тогда я и взяла снимал на видео они их мерил этому размер у меня 38 ну что думаю если я вернусь и они будут там же значит это судьба я их приобрела антошик уже оценил отправила ему фотку как они смотрятся красиво на ноге мне очень понравились они легонькие такие ну а даже понятное дело что это не кожа на лето самое то так это есть затем ребята давно хотела давно искала бора силикон я так понимаю эти чайнички не только можно в них заваривать но можно в них и готовить они выдерживают плиту разного вида плиту микроволновка даже в духовке можно очень чего даже можно заморозку класть представляете такие два чайничка один здесь 800 мили это на литр я давно хотела я рада я теперь чайниками этих чайников ну ладно абрикоски абрикос сушеный и не обычный не просто сушеный вяленый да наверное скорее всего на солнце высушены без всяких обработок смотрите он не блестит без глянца без глицерина это иногда обрабатывают же вот эти вот ярко-желтого цвета прям блюдненькие бледненькие они все обработанные а этот без обработки и настоящая сушка под солнышком высушим так абрикоски абрикоски недешевые у нас 22 доллара килограмм скидочка хорошая была цену отличная была и такая вот необычная непонятное что-то рогульки какие-то такие и вот такие вот как гребешочками сделаны я пробовала как-то эту пасту мне она не понравилась или я ее не распробовала не знаю еще раз сделала а мне нужно было взять мне попросили добрать по моему десятку или 13 по моему там дрыхом оставалось до вот этого всего чтобы скидку мне дать сейчас у нас идет фестиваль распродажи лето девочки поэтому везде скидочки очень берешь на определенную сумму берешь на 250 25 процентов скидочка мне пришлось меня составили пасту взять вот нет я говорю мне там не хватило просто копейки какие-то ну что я еще могу ходила ходила ничего и выбрала подождите я еще что-то брала помимо этого у меня еще а где ну что потеряла сюда не выложила я помощью карандаш и брала стуля блин ладно сейчас расход за 29 хорошая цена белая такое вот что-то распашонечная как распашоночка детская хлопочек ребята просто хлопок тоненький сейчас как раз ходить по такой жаре единственное что это не хлопок на это искусственное такое что-то вот мне такое бы под низ этого платьица потому что естественно просвещается вот подкладочки сделать или хлопковое такое что-нибудь потому что с этой синтетикой это просто невозможно в такую погоду ходить у тебя все приедет а это хорошо бы проветривалась почему такой вот аля аля платится аля колхозница нет хорошо смотрится я умерила он такое хорошее знаете она большеватая но она как раз должно быть оно так должно выглядеть то есть не в облипочку то есть свободно легонькая не понравилось и тем более беленькая у меня у него убила ничего нет в моем гардеробе такое платится ну вот я же помню это были еще карандаши хорошо пакет проверила а не выбросила все для глаз это понимает и такой светленький а это темно-коричневый карандашика так это мои покупочки так что у меня на сегодня хлеб испечь и собрать чемодан ребят я еду в отпуск кавычках женщина вернулась я уже собираю чемодан что с собой взять по моему он будет полный опять сплавный продание недавно только вернулись отдыхали они на маврикии ребята на маврикии им там конечно отдельная история можно долго об этом рассказывать очень не так сильно они в восторге и им не сильно это все понравилось очень дорого и все плохо с их слов не было никогда там неудачно наследить слетала на отдых в этом году она приехала и у нее развился уже там на маврики у нее развился процесс я подумала по фотографиям она мне скидывала спрашивала что это как может быть если я знаю что это кто посоветовать что ей делать срочном порядке обнаружила это она у себя рано утром вот я подумала ну по фоткам глядя я подумал что это чирь но просто он начал расти очень быстро еще на грудной клетке в области солнечного сплетения где-то вот так представляете между грудью это конечно такое еще место неудобная неудачная общем развился разросся огромные за пару дней вот может быть поэтому и отдых не удался они вернулись и тут же на следующий день побежала на больницу ее положили определили в палату у ребята потом как пошло как понеслось сразу доктора анализы операционный стол я подожди я ее отговаривала говорю подожди все врачи они такие сразу резать не право правда же в врачам лучше не попадать особенно хирургам без суда и следствия сразу резать в общем определили она согласилась не знаю с перепугу страху потому что ее там настращали в больнице что это может это абсцесс и он опасный может пойти заражение крови в общем и не знаю слава богам просто ребята этот абсцесс или это чирь в общем не знаю что это было он лопнул сам по себе ночью то есть а утром на следующий день у нее должна была быть операция естественно врачи пришли утром посмотрели а ох поохали положили ей нанесли мазь свишневского и все она дома но пьют антибиотики вот муж кевин уехал командировку все а я в гости к женичке уехал не знаю насколько обещал на 10 дней не знаю насколько у них а в общем сумку собираю так хлеб было спекут я хлеб с собой беру чемодан с вещами что же еще мне взять а ну и еду вытащил с морозилки у меня рыбка надо же чем-то там будет питаться у женички ну приготовлю ей пару раз а так решили женичка сесть на диету не знаю что из этого выйдет в общем ребята день сборов сегодня это хлебушек и струкся горячий горячий только открыла кастрюлю ух семечки хорошо поджарились в этот раз ой какой красивый колобок у меня получился забираю с собой к женичке красивый красивый колобок тяжелые в этот раз делала чуть больше замес не на 400 грамм муки она 550 по мы же любим женичкой поесть управилась ребята быстро сбегала в магазин пока покоюсь все по списку чем набралась себе здесь у нас лучше все равно магазине это на то все равно мясо нужно было брать поэтому думаю почему возьму у женички какая-то не очень свежая там магазинах мята и будем гонять это на супчик петрушку зала пачка масла не знаю брать с собой или здесь оставить почему я ее схватила молоко себе взяла на завтра потому что вряд ли уже сегодня вечером куда-то пойдем женичка кстати готовит какой-то ужин будет встречать меня с чем-то этот стейк потом курочка 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 что это бедрышки бедрышки куриные испанские и окорочка курение от ребята у нас раньше курочек продавали таких маленьких желтеньких французских нету пришлось брать вот таких вот два корочка но обещают что она хорошая какая-то полезная ребята посмотрим так все дальше продолжаю упаковаться к женичке еду ну что я уже у женички женичка накрыла такой шикарный стол из четырех сортов рыбы скумбрия лещ донская какая-то рыба вот она жире жире вот это жире а вот это жире вот я не знаю как она называется донская вяленая в общем картохи отварила чё у нас еще огурчик хлебушек нарезан пивку лучок этот курт камык хотел сказать курт о сидим отдыхаем вот так меня встретила наша женечка вот так хорошо покушали женичкой сейчас она меня хочет угостить джин тоником нашла она живая хоть еще до суицидка блин рыба выпрыгнула с аквариума чокнутые что ли зачем они так делают у это быстрее пока она не это не стук а водички ой дурочка живая жила пусть немного это блин отходит отходит вроде вон дергается суицидка как хорошо что ты вовремя и увидела ужас какой-то взяла и выпрыгнула вот как такое возможно так бармен пошел к стойке у нас будет джин что за джин давай нибудь как какой-нибудь это с вкусом это белый да потому что же джинов коллекция или количество джинном очень огромное раз с разными очень вкусами фруктовыми в основном делаем Смотрите продолжение в следующей серии.